Для Даниила Искорина первым делом самолеты. Сейчас он учится на втором курсе в Самарском университете на конструкторе летательных аппаратов. Параллельно занимается на военной кафедре и всерьез задумывается развивать в будущем отечественную авиацию. Вообще авиационный двигатель это одно из самых сложных сооружений, которые может придумать человек. И если сделать авиационный двигатель, можно придумать все. Именно поэтому меня привлекают авиационные двигатели, я пошел по этой дороге. Даниил и его однокурсники вышли в почетный караул к бюсту Юрия Гагарина. Вместе с ветеранами профессии они возложили цветы. День ВВС в России празднует 2006 года. Даты основания военно-воздушных сил приняты считать 12 августа 1912. Именно тогда издали указ о создании штата воздухоплавательной части главного управления генерального штаба. Самара – это не только космический город. Вклад горожан в авиацию тоже сложно переоценить. В военные годы тысячи жителей Куйбышева трудились у станков, изготавливали детали для легендарных Ил-2. Свою лепту в авиационную промышленность регион продолжает вносить и сегодня. На территории области располагаются крупнейшие авиазаводы. Здесь растят будущих защитников Родины. В Самарской области базируются военные училища, курсанты которых оберегают небо не только родного края, но и всей страны. Заводов, которые делают сплавы, делают приборы, делают механизмы, которые потом используются в конструкции самолетов, как военных, так и гражданских. Никак нельзя уменьшить вклад Самары в нашу авиационную промышленность, в боевую готовность вооруженных сил. Примером тому является то, что частыми гостями на Самарской земле являются руководители авиационной промышленности высокого уровня, члены правительства Российской Федерации, которые курируют вопросы оборонного комплекса. Они постоянно держат на контроле, на постоянном внимании выполнение государственных оборонных заказов, которые возложены на нашу промышленность. На торжественной части плечом к плечу с будущими защитниками Отечества и те, кто уже успел внести свой вклад в процветание Родины. Небо – это пятый океан, который защищает не только военно-воздушные силы и противовоздушная оборона. Недаром были созданы военно-космические войска, которые способны защитить и на земле, и в воздухе. Так что пятый океан над Россией под надежной охраной. В 2015 году средняя буква в аббревиатуре ВВС изменилась. Произошло это вследствие объединения военно-воздушных сил с войсками военно-космической обороны. Российская авиация остается одной из ведущих в мире. Мария Левина, Николай Епифанов, События.